Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Во время ловли на воблеры всегда хочется забрасывать предельно далеко, но, к сожалению, воблеры это довольно-таки порусящие приманки и далеко забрасывать их можно только если использовать тонкие лески. С другой стороны, тонкие лески резко увеличивают вероятность потери воблера на зацепе. И сейчас очень распространены воблеры, оснащенные системой дальнего заброса. Несомненно, система дальнего заброса предназначена для того, чтобы воблер летел более далеко. Это подвижная грузка, и она позволяет забрасывать воблер более далеко. Насколько хорошо работают эти системы, мы точно сказать не можем. Сейчас мы проведем серию экспериментов и определим, действительно ли система дальнего заброса столь эффективно работает при ловле на воблеры. Что такое система дальнего заброса у воблеров? Она может быть совершенно разная. Чаще всего это просто большой увесистый грузик, который, когда воблер наклоняется вниз при забросе, он перекатывается в хвост воблера. А в тот момент, когда мы начинаем проводку, воблер занимает горизонтальное положение, и грузик перекатывается в переднюю часть воблера и фиксируется там. Системы бывают дальнего заброса совершенно разные. Есть магнитные системы, которые этот шарик подмагничивают, чтобы он не болтался, чтобы воблер был бесшумный на проводке. Бывают системы со всевозможными проволочками, по которым ездит цилиндрик или металлический, или вольфрамовый. Система дальнего заброса предназначена для того, чтобы воблер в полете не кувыркался. Если у воблера в полете центр тяжести не смещен к хвосту, то он в полете начинает вот так вот кувыркаться, начинает вертолетить, что называется, и дальность заброса резко падает. И очень часто, когда ловишь рыбу, делаешь заброс и видишь, воблер так закрутился. Все понятно, заброс сразу на треть короче, чем в тот момент, когда воблер летит строго хвостом вперед. Но наиболее эффективно, по нашему мнению, система дальнего заброса работает именно с безинерционными катушками и со спиннинговой снастью. Потому что на спиннинге заброс очень резкий получается. И именно тут очень важно, чтобы в хвост воблера перекатывался шарик, и тогда воблер летит хвостом вперед. А сегодня мы как раз проверим, как работает спиннинговая снасть с системой дальнего заброса и кастинговая снасть. И для эксперимента мы подготовили воблеры. Это у нас две группы воблеров. Обе эти группы воблеров имеют одинаковые габариты, одинаковые размеры, одинаковый вес. Но система дальнего заброса у одного воблера работает, у второго воблера заблокирована. И то же самое у этих воблеров. Вот этот воблер с системой дальнего заброса, а у этого воблера система дальнего заброса заблокирована. Как мы заблокировали систему дальнего заброса? Конечно, мы совершили, в общем-то, акт вандализма. Потому что мы испортили сознательно вот эти два воблера. Мы просверлили в брюшке дырочки сверлом и засунули туда ватку. Эта ватка не дает возможности шарику перекатываться. И шарик мы зафиксировали в передней части воблера. Именно там, где шарик находится, в момент, когда мы проводим воблер в воде. Потому что после заброса обычно этот шарик вперед перекатывается. Тем самым центровка воблера становится правильной. И воблер великолепно работает. И мы вот этот шарик и в одном воблере, и во втором четко зафиксировали в том положении, в котором воблер уже играет в воде. При забросе шарик ни в одном воблере, ни в другом в заднюю часть перекатиться не может. И по этой причине у нас сегодня будет очень интересный эксперимент. Воблеры одинаковые, абсолютно идентичные. И вот мы как раз четко проверим, насколько подвижность огрузки или система дальнего заброса у воблеров влияет на дальность забросов. Почему мы взяли два типа воблеров? Эти воблеры практически одинаковые по весу. Один воблер у нас весит 11,6 грамма, другой воблер весит 12 граммов. Но у этих воблеров немножко разная система дальнего заброса. У этого воблера шарик более мелкий, у этого воблера более крупный. И чтобы эксперимент у нас получился более объективным, мы испортили именно два разных воблера. Мы четко знаем, что, в общем-то, хвостом вперед на спиннинговой снасти оба воблера летят хорошо, но, тем не менее, чтобы у нас были более объективные показатели, и чтобы никто не мог сказать, что эксперимент не объективен, мы применили два типа воблеров с немножко разной системой дальнего заброса. Какую мы будем использовать снасть? Мы будем применять спиннинговую снасть. Эта удочка у нас имеет длину 1,98 м с безинерционной катушкой, на которой намотана плетеная леска с прочностью на разрыв 16 либров. Именно такой снастью мы на реальных рыбалках ловим на воблеры. И вторая снасть у нас будет применяться кастинговая. Кастинговая снасть у нас тоже имеет длину 1,98 м. Мультипликаторная катушка типа мыльница с центробежными тормозами и флорокарбоновая леска у нас на шпуле намотана с прочностью на разрыв 12 либров. И вообще, конечно, с толстой флорокарбоновой леской далеко забросить воблер не получится, но толстая леска позволяет воблер очень хорошо анимировать. А это мы используем рывковые воблеры, которые нужно именно анимировать, по ним нужно ударять во время проводки. И если бы мы применяли более тонкую флорокарбоновую леску, то заброс бы у нас несомненно был дальше, но анимация воблеров пострадала бы. Именно по этой причине мы и применяем вот две таких снасти. И наша задача как раз определить, насколько будет подвижность огрузки у воблеров влиять на спиннинговую снасть и на кастинговую снасть. Можно приступать к эксперименту. Мы будем забрасывать по очереди воблеры с системой дальнего заброса и с заблокированной системой дальнего заброса несколько раз. Сначала спиннинговой, а затем кастинговой снастью. Контролировать дальность заброса мы будем при помощи лазерного дальномера. Затем мы отправимся в студию, обработаем результаты, сведем их в наглядных таблицах и сделаем окончательные выводы. Первую серию забросов будем выполнять с безинерционной катушкой. У нас здесь стоит плетеная леска с прочностью на разрыв 16 либров. Флорокарбоновый поводок. И начинаем забросы с воблеров весом 11,6 граммов. Первый воблер у нас будет с системой дальнего заброса. Второй воблер с заблокированной системой дальнего заброса. Все забросы будем выполнять с положения свиса. То есть тем самым мы будем контролировать положение огрузки в воблере. То есть мы стряхнем шарики именно в хвост воблера и с этого положения будем забрасывать. Сначала сделаем два заброса воблером 11,6 граммов и потом двумя воблерами 12 граммов, у которых немножко другая огрузка, у которых более крупный шарик. Ну, для контроля. Итак, вывешиваем первый заброс. Это с системой дальнего заброса. Ну, воблер полетел хвостом вперед. Вот. В принципе, точно так же, как и запланировал производитель. Так, засекаем расстояние. При забросах на суше всегда кажется, что приманка летит значительно ближе, чем при забросах непосредственно на рыбалке. Этот оптический обман вызван отсутствием на воде близко расположенных ориентиров, по которым можно определять дальность. Так, все, подматываем. Ну, мы не стараемся сейчас забрасывать на максимальную дальность. Примерно забрасываем, как мы это делаем на рыбалках. И мы не стремимся далеко забрасывать, потому что обычно, когда ловишь рыбу, в течение дня, если все время пытаться забрасывать предельно далеко, то очень быстро устанешь. Поэтому мы забрасываем примерно, вот как мы это делаем на рыбалке. Теперь устанавливаем такой же самый воблер, такого же самого веса, но с заблокированной системой дальнего заброса. Вот сейчас будет уже интересно на плетенке. Тут уже особо ничего встряхивать не нужно, потому что шарик заблокирован в положении, в котором воблер играет в воде. И, по идее, он сейчас должен начать крутиться в воздухе. Ну, проверим. Ближе полетело. На глаз ближе. Сейчас проверим. 32 ярда. На целых 8 ярдов ближе, чем с системой дальнего заброса. Уже интересно. Но тут момент какой. Дело в том, что все-таки, когда забрасываешь воблер, один заброс может получиться, один не получится. В один момент воблер может пойти в штопор, на другом забросе может не пойти в штопор. Поэтому мы как раз делаем серию забросов, усредним результаты, чтобы получить более объективную картинку. Теперь берем другой воблер, у которого в системе дальнего заброса более крупный шарик, и который вроде бы, по идее, должен лететь более стабильно хвостом вперед. Ну, сейчас проверим. Если на забросах у нас не будет разбежки в результатах, значит воблер хорошо работает. Вот мы встряхиваем. Грузик перекатился в хвост. Сейчас уже воблер 12 граммов. Смотрим, как этот воблер полетит. Вывешиваем и забрасываем. Те же 40 ярдов. Вот интересно. То есть получилось, что система дальнего заброса и в одном, и во втором воблере сработала хорошо, и воблер на той же леске, хотя он был там на сколько? На 0,4 грамма больше, чем предыдущий воблер с системой дальнего заброса. Тем не менее, они полетели одинаково. Это уже интересно. А теперь этот воблер посмотрим, насколько полетит с заблокированной системой дальнего заброса. Вот многие деревянные воблеры, они не имеют системы дальнего заброса, они великолепно работают, на них прекрасно можно ловить рыбу. Они управляемые, легкие, уловистые, но, к сожалению, далеко забросить их не подучается, потому что огрузка у них расположена идеально для игры воблера в воде, но не идеально для заброса. И вот сейчас этот воблер с заблокированной системой дальнего заброса проверяем. Так. Ощутимо ближе полетел все-таки. Ближе. Смотрим. 31 ярд. В результате первых тестов удалось определить, что система дальнего заброса у воблеров при использовании спиннинговой снасти реально работает. При этом воблеры с заблокированной системой дальнего заброса полетели гораздо ближе. Так. Это у нас первая серия забросов закончилась. Сейчас Дима принесет воблеры. И мы выполним вторую серию забросов. И вот интересно, будет ли разбежка в дальности. Ну, уже можно сказать, что у нас два типа воблеров практически одинакового веса с разной системой забросов полетели примерно одинаково. И если сейчас после второй серии забросов у нас не будет разбежки в результатах, то третью серию забросов мы, в общем-то, делать с снастью спиннинговой, оснащенной безнерционной катушкой, уже не будем. Поэтому присоединяем воблер с системой дальнего заброса, который весит 11,6 грамма. Стряхиваем грузик в нижнюю часть воблера, чтобы он гарантированно там находился. И выполняем заброс. Опять же, не стараемся его сделать предельно далеким, а делаем, как мы это забрасываем на рыбалках. Определяем дистанцию по лазерному дальномеру. 39 ярдов. То есть разбежка всего лишь в один ярд. Это несущественно. Поэтому система дальнего заброса работает. И воблер летит стабильно, четко хвостом вперед, не крутится. и летит стабильно и далеко. Надо сказать, что мы используем короткие спиннинги. И используем короткие спиннинги по одной простой причине. Дело в том, что воблеры, конечно, забрасывать удобнее все-таки длинными спиннингами. Но вот проводить воблеры удобнее короткими спиннингами. И, соответственно, это же касается и плетеной лески. Когда мы используем тонкую плетеную леску, то воблер, конечно, поручащим можно забрасывать далеко но с другой стороны воблер это все-таки такая приманка которая частенько цепляется которая стоит денег и которую не хочется оторвать кроме того на воблер часто садится крупная рыба и с тонкой леской если ловишь в зарослях среди водной растительности там где есть коряги конечно шансы достать рыбу резко уменьшаются поэтому воблер когда используешь всегда приходится идти на компромисс между дальности заброса прочностью снасти удобством ловли и получается что как бы решаешь задачу с множеством переменных и по нашему мнению гораздо удобнее все-таки используя такую снасть которая может быть забрасывает чуть ближе но зато позволяет очень эффективно проводить воблер а проводить воблер коротким спиннингом гораздо эффективнее чем длинным и так у нас второй воблер весом 11,6 грамма с заблокированной системой дальнего заброса вывешиваем его сзади и выполняем заброс надо сказать что не только все-таки воблер заблокированной системой ближе летит он еще и парусит очень сильно начинает вертолетить крутиться в воздухе и прямо на лету немножко сворачивает в сторону поэтому точность заброса когда у воблера заблокирована система дальнего заброса страдает 33 ярда то есть на ярд час мы дальше забросили чем в прошлый раз но в общем то это уже говорит о том что вот первую часть воблеров которые весят 11,6 грамма третью серию забросов выполнять нам не нужно потому что они показали очень близкие результаты и сейчас посмотрим что покажут воблеры у которых в системе дальнего заброса используется более крупный шарик более тяжелые воблеры показали весьма схожие результаты воблер с системой дальнего заброса опять полетел дальше а воблер с заблокированной системой дальнего заброса приземлился гораздо ближе со спиннинговой снастью и плетенкой уже все ясно настала пора протестировать кастинговую снасть и флоро-карбоновую леску в данный момент у нас воблер системой дальнего заброса шарик перекатился в хвост перед тем как забрасывать еще проверим механический тормоз вот сейчас откроем скобу и у нас когда отпущена будет шпуля воблер должен опуститься на землю и шпуля катушки тут же остановиться это будет говорить о том что механический тормоз поджат правильно вот немножко даже слабоват надо чуть-чуть поджать о вот сейчас перебежек нету я больше чем уверен что при таких настройках у нас никаких бород и перебежек лески быть не должно вывешиваем и забрасываем ну воблер полетел хвостом вперед все красиво но ощутимо ближе чем на спиннинговой снасти посмотрим насколько 30 ярдов это недалеко совсем но при ловле с лодки такой дальности заброса более чем достаточно почему потому что флоро-карбон все-таки имеет растяжимости если даже забрасывать флоро-карбоном дальше то получается что анимация воблера страдает и чтобы анимация воблера не страдала лучше всего забрасывая так вот на среднюю дальность в этом случае дальности заброса хватает и в то же время приманка отлично работает вот сейчас наступает самый интересный момент мы присоединяем воблер у которого заблокирована система дальнего заброса весом 11,6 грамма вывешиваем его и забрасываем по ощущениям полетела примерно на такое же расстояние но сейчас проверим один в один дальность заброса вот это как раз тот момент о чем мы и говорили что при ловле с кастинговой снастью можно очень эффективно использовать сравнительно дешевые воблеры те воблеры которые не имеют системы дальнего заброса и в принципе это большинство воблеров предназначены для ловли с кастинговой снастью именно при использовании флоро-карбона флоро-карбон заставляет воблер работать немножко как бы в натяжку более мягко красиво и рыбе это зачастую нравится больше чем когда воблер проводишь на плетенке и вот у нас получили сейчас очень интересные результаты которые мы предполагали что примерно такие будут но точно сказать не могли потому что когда на водоеме ловишь ты не знаешь на какое-то расстояние реально забрасываешь потому что оборотами катушки точно замерить дальность ну практически невозможно присоединяем теперь второй тип воблера этот воблер весит 12 граммов у него шарик более крупный и посмотрим насколько полетит он вывешиваем и забрасываем 33 ярда это воблер оснащенный системой дальнего заброса выматываем леску и теперь забросим такой же воблер но с заблокированной системой дальнего заброса воблер полетел далеко строго хвостом вперед как стрела и это при заблокировано внутри шарики что творит кастинговая снасть но удивительная удивительная ряда в данном случае воблер заблокированной системой даже полетел дальше чем воблер с системой дальнего заброса это один и тот же тип воблеров но вот мультипликаторная катушка конечно творит чудеса выполняем вторую уточняющую серию забросов с кастинговой снастью и теперь такой же воблер присоединим но с заблокированной системой дальнего заброса вот сейчас наступает момент истины и вот именно сейчас мы уже увидим близкие к окончательным результаты если сейчас разбежки не будет между предыдущим забросом этого же воблера то уже хорошо вывешиваем и забрасываем прекрасно полетел вообще не вращается в воздухе удивительно но дальность я думаю примерно будет та же самая 31 ярд но на один ярд короче но это в рамках погрешности все красиво я просто в данном случае забросил чуть выше по более высокой траектории получилось что но воблер вроде как прошел большее расстояние по параболе но по горизонтали чуть меньшее расстояние и тем не менее все в рамках тех результатов которые мы уже получили то есть разбежек нет это нас несказанно радует присоединяем теперь воблер системой дальнего заброса весом 12 граммов 32 ярда то же самое что и на предыдущей серии забросов там было 33 ярда то есть сейчас мы забросили воблер системой дальнего заброса всего лишь на 1 ярд ближе это несущественно и вот сейчас самый интересный момент такой же воблер с заблокированной системой дальнего заброса выполняем последний на сегодня заброс воблера если сейчас приманка полетит хорошо то эксперимент можно признать состоявшимся обалдеть еще даже дальше 35 ярдов вот как это может быть я честно говоря не понимаю получилась ситуация парадоксальная ну по всей логике воблер у которого шарик перемещается в хвост должен лететь все таки дальше эксперимент у нас закончен результаты получены отправляемся в студию проанализируем результаты и сделаем окончательные выводы все полученные данные мы обработали и свели в двух наглядных таблицах для облегчения восприятия информации сейчас владимир подробно проанализирует полученные данные и подведет итоги эксперимента при использовании спиннинговой снасти воблеры с системой дальнего заброса в целом летели дальше чем воблер из заблокированной системы дальнего заброса в промежутке от 22 до 28 процентов то есть в любом случае воблер из системы дальнего заброса показали более весомый результат а вот при использовании кастинговой снасти картина получилась совсем иная и воблер из заблокированной системы и воблер из системы дальнего заброса стабильно летели на практически одно и то же расстояние. То есть существенной разницы в дальности забросов выявить не удалось. Почему так происходит? Скорее всего, вращающаяся шпуля подтормаживает полет воблера, сам хвост из флорокарбоновой тяжелой лески стабилизирует воблер в полете, и воблер летит строго хвостом вперед. Поэтому в кастинговой снасти фактически наличие или отсутствие системы дальнего заброса на дальности забросов практически не сказывается. И это, несомненно, радует. Поэтому если мы сейчас будем отправляться на рыбалку, используя спиннинговую снасть, то мы однозначно предпочтем воблеры с системой дальнего заброса. А если возьмем кастинговую снасть, то можно использовать любые воблеры и в дальности заброса абсолютно не чувствовать себя угнетенным. С вами была программа «Рыболовное расследование» и мы ее ведущие Дмитрий Щербаков и Владимир Щербаков. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова